Всем привет! Вы находитесь на канале Максимка Проверит. Меня зовут Максим Казанцев. Сегодня я расскажу вам о том, как можно попасть за решетку в попытках помочь магазину избавиться от просроченного товара. В этой ситуации есть и глупость со стороны активистов, собирающих просрочку, и подставы со стороны сотрудников магазина. Начнем с первой ситуации. Девушка на кассе купила часть выявленного просроченного товара. Ей его успешно продали, но как только девушка начала требовать сделать возврат за просроченный товар, охранник схватил данную девушку и вместе с тележкой вытащил за кассовую зону. Девушку он удерживал, вызвал ГБР и обвинил ее в краже той продукции, которую она не купила и находилась в тележке. В дальнейшем девушка также вызвала полицию. Полиция приехала, данный товар в тележке описала с описью, с актом, с актом о том, что данный товар был принят на ответственное хранение, с описью того, что данный товар был просрочен с определенными сроками, развакуум, вздутые упаковки, мятые банки и так далее и тому подобное. При этом хочу подчеркнуть, что сотрудник магазина принял данную тележку с данным товаром на ответственное хранение. Ну а что происходит дальше? Дальше специалист службы безопасности магазина пишет заявление о краже и даже обещает полицейским предоставить список украденного, но чуть-чуть попозже. Ну и конечно же на следующий день специалист службы безопасности проводит инвентаризацию по всему магазину и выявляет именно тот самый товар, который оказался по описи в тележке, что этого товара в магазине не хватает. Он составляет акт о выявленном потерянном товаре и этого товара становится на сумму примерно 3000 рублей. Казалось бы, что-то тут не сходится. Товар описали, оставили магазину на ответственное хранение, а тут выясняется, что его украли? Да-да, все именно так. И участковый, который рассматривает заявление о краже, вызывает девушку, которая данный товар выявила в магазине, для того, чтобы сообщить ей, что в отношении нее завели дело о краже. И предлагает этой девушке, ну как бы вам сказать, компенсировать специалисту службы безопасности потерю денежных средств в размере 3000 рублей, ну и еще немножечко дать на компенсацию морального вреда. Участковый предлагает все это 18-летней активистке для того, чтобы закрыть данную ситуацию и чтобы она не портила себе жизнь уголовной статьей. Вот таким образом, что руководство магазина, что на мой взгляд заинтересованные, похожие на сотрудников в форме полицейских, пытаются запугать людей, которые приходят и помогают магазину снимать с реализации просроченный товар. И вместо благодарности, как думаете, что с ними делают? Правильно, на них пытаются повесить уголовную статью за кражу. Не смешно, не поняли, да? Это Россия! В декабре 2022 года я посетил гипермагнит в городе Олексине. Честно, в городе Олексине бываю редко, там у меня проживают родственники, но каждый раз я пытаюсь заглянуть в данный магазин и помочь ему с выявлением просроченных товаров. В данном районе имеется несколько крупных магазинов и гипермагнит это один из них. А теперь я расскажу вам о второй ситуации. Честно скажу, что с такой ситуацией я лично столкнулся впервые. Но благодаря роликам других моих коллег знаю, на что способно руководство магазина. На какие подлости и гадости оно готово идти, прикрывая тот факт, что у них реализуется просрочка. Я, конечно же, не утверждаю, но могу предположить. Ну, так как у меня своя камера, а у магазина свои камеры, к которым у меня нету доступа. Но я считаю, что во время рейда директор одному из сотрудников магазина посоветовала положить мне в рюкзак баночку икры, на которой имелся магнитик, который стал пищать на проходе на кассе. Зачем все это было сделано? Ну, все очень просто, ребят, чтобы обвинить меня в краже. Ведь если бы я начал припираться с сотрудниками охраны и не стал бы им показывать свой рюкзак, ссылаясь на всякие там нормы права, что они не имеют права делать осмотр, досмотр, то, конечно же, данные сотрудники меня бы отпустили, не стали задерживать. А потом просто бы вызвали полицию, написали на меня заявление о краже, приложили фотографии моего рюкзака, в котором было бы видно эта баночка икры. Ну и все, в решетку. Максим, поехали! Нет, конечно же, фотографии того, как я взял данный товар с полки и положил его себе в рюкзак, они бы предоставить не смогли. Ну, потому что я этого не делал, мне этот товар подкинули. Но вот то, как я выношу данный товар, и то, как пищит рамка, и то, как я отказываю сотрудникам предоставить свой рюкзак, конечно же, эти фотографии и видеоматериалы послужили бы основой для уголовного дела. Суммируя эти две ситуации, я хочу преподнести урок своим зрителям. Во-первых, не выносите некупленный товар за кассовую зону. Да, есть такое законодательство и понятие, что кассовой зоны не существует. Товар нужно вынести именно за сам магазин. У вас должен быть какой-то умысел, да, и так далее, и тому подобное. Но таковы реалии, ребята. Не выносите товар за кассы магазина. Даже Артем Волков уже давно не берет некупленный товар и не входит с ним за кассы. Он берет только тот, который купил, и да, выходит за кассы, провоцируя охранников. Но мы-то с вами не Артемы, поэтому не надо. Будьте осторожны. Во-вторых, никогда не говорите, что не хотите оплатить данный вскрытый вами, некачественный, просроченный товар. Говорите, что, ну, сейчас я хочу его оплатить, попозже оплачу, может, я забыл его оплатить. В-третьих, если на вас пропищала рамка, и вы не знаете, в чем дело, не поленитесь. Все же просмотрите свой рюкзак, просмотрите свои карманы. Возможно, вам что-то подкинули. И в этом случае лучше не уходить, не сопротивляться охране, а выложить данный товар и сказать, что вы его, возможно, забыли оплатить. Возможно, вам его кто-то подложил. Вы его не выносите, вы о нем не знали. Вы его готовы вернуть к магазину. Так что в данной ситуации и я сделал умный ход. Я не стал сопротивляться охранникам и предоставил им возможность осмотреть мой рюкзак. И после этого, когда игра была выявлена, и я стал смотреть на реакцию охраны, предлагая им вызвать на меня, на такого плохого человека, полицию, чтобы оформить меня как-то. Стал интересоваться у них, нужно ли мне задержаться, что в отношении меня будет сделано. Охрана, ну, никак не реагировала. Она поняла, что, ну, со мной спорить уже нет смысла, да, то есть я не стал сопротивляться. Но на следующий день от службы ГБР я узнал, что именно тогда на меня вызвали группу быстрого реагирования. То есть они, как только рамка пропищала, сразу нажали кнопку в ожидании того, что я окажу сопротивление и захочу уйти с этой икрой. Но я так не сделал, ребят. В общем, ребят, смотрите выпуск с Олексина, где я обнаружил просроченный на два года товар, где я обнаружил просрочку для детей на год, где я купил просроченный товар, где мне подкинули икру, где я вызывал полицию. Все это будет в этом ролике. Приятного просмотра! Я куплю чуть позже. Тебе год дай. Нет, ты воруешь, украла. Чего? Ты ворвала. Ты воруешь. Ты сейчас воруешь у меня товар, я купила товар. Ты будешь применять силу? Чего ты купила? Ты будешь принимать силу? Чего ты купила? Да, буду. С какого перепуга? Барабан. Я сейчас вызову полицию. Телегу отдай. Вызывай полицию. Вызову. Телегу отдай. Телегу отдай, здесь мой товар. Алло. Дедус. Пускай мне вызоваться. А вы контролер или охранник? Я дурачок такой. Дурачок? Как ты, да. Как я? Да. Вы меня сейчас оскорбили? Ну как? А вот смотри, даже она выночила. Ну не знаю, когда как. Я думала, я думала он поменялся. А что-то дед не перепутывал. А если я сейчас домой пойду, ты что мне сделаешь? Нет, я тебя задержу. Чего? Дед, ты что? Сдерживать будете. Давайте проверим. Попробуем. Да? И как вы будете меня сдерживать? Словесно или физически? Обнимать. Нет, обнимать меня не надо, мужчина. Это уже приставания какие-то будут оскорбительные. Пусть будет приставание. Но я буду рядом с тобой. Не подходить ко мне. До тех пор, пока полицейский... Не, ко мне подходить не надо. И зажимать меня тележкой тоже не нужно. Ну это твоя тележка. Нет, тележка не моя. Товар? Товар, да. Товар я вот думаю, оплачу я его или нет. Наталья, не подскажите, если мне вкус либо запах не понравится. Мне возврат куда подходить делать? Я могу его же сделать, да? Можно, там вот у нас все время на второй кассе старший кассир. На второй кассе? Или на ресепшн. На ресепшн. Как помню, спасибо. Что, не то взяли? Да, возврат хочу, запах не понравился. Хорошо. 8 рублей найдем? Я там по одной оставил еще, как бы, для возврата. Они все разные, да? Они все вскрытые. Почему? Я их использовал, говорю, использовал, запах стоял ужасный. Вот думаю, можно сходить в магнит, сделать возврат. Чек? Потерял, могу назвать сумму и дату покупки. Тогда было? Сейчас, секунду. 30-12 в 12.43. Сумма 2427 рублей. Наталья Владимировна, займите, пожалуйста. А тут вообще нет ничего. Идите туда. Там по одной, я оставил. А остальные где? Употребил. Как так? А, вы у нас, конечно, постоянный, господи. А, узнали. Я же забыла. Вы же постоянно тут в гербанике ходите. Да, я такой. Бывает. Да, вам, наверное, занято. Ну, ничего, тоже. Бывает совсем, да. Здравствуйте. Капсулу купил, запах не понравился. Возврат хочу. Я подошел, вот старший кассир, она вызывала. А вон у нее на кассе стоит. А вон у нее, я не вижу, какие вы можете мне сказать, вы же купили. Тайт это или что это? Ариэл капсулу для стерки 3 в 1, холод 12 штук, прокурат. Если чем меня снимать, вы должны меня предупредить по закону Российской Федерации. Я своего совластия на съемку не давала. Если вам необходимо сделать вопрос, мне понравился запах, ты верните. Он вернет, вернет она вам. Вот это мне не надо только. А зачем она вас позвала? Я к ней уже подошел. Послушайте, давайте не будем сейчас с вами вот это вот эмоционально. Но вы, если снимаете людей, то вы, наверное, должны знать, что по закону Российской Федерации, вы не имеете права меня снимать без моего совласти. Скажите, а ваши камеры наверху меня снимают? А у нас есть предупреждение, да, о том, когда вы заходите, что у нас ведется видеонаблюдение. То есть я, если вас предупрежу, то я могу снимать, правильно? Я вас предупреждаю, что я веду видеофиксацию в открытом общественном месте. Вы уже в открытом общественном месте ведете фиксацию, сколько мы с вами разговариваем. Людмила Николаевна, вы делаете, мы должны знать. А у меня еще вопросы по товару. Кто мне на них ответит, не подскажете? Говорите. А вы кто в должности будете, не представитесь? Директор гиперматуры. Меня Максим зовут. Как к вам обращаться? А меня Татьяна. Татьяна, скажите, вот если таксикоман купит у вас клей просроченный с ноября 2020 года, ему будет хорошо или очень хорошо? Не поняли, да? Это Россия. Следующий вопрос. Много вопросов, Антоша. И так мало ответов, Васильевич. По конфетам можно вопросы? Пойдем? Проходите. Пойдемте. Вот у нас клей производства ноября 2018 года. Срок годности 2 года. То есть он умер у нас в ноябре 2020 года. Такая целая коробочка. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Клей просроченный в ноябре 2020 года. Снимите, пожалуйста. Конечно, сняли. Все отлично. Конфеты, пойдемте. Пойдемте. Я вам запрещаю себя снимать. Я рада за вас. Вы меня не предупредили. Идите, молодой человек. Идите, мы с вами уже знакомы. Нет, слично с вами. А в чем капсулы, которые вы вытащили, и в пустую коробочку? А они не пустые, вы врете. Там по одной капсуле в каждой коробке. А у вас справка с собой существует? Какая справка вам нужна? О вашем психическом состоянии. А вы доктор, чтобы ее проверить? Конечно, в справке доктор дает. А можно ваше удостоверение, что вы доктор? В справке доктор дает? Ну, проверяйте. А я могу читать. Ну, я тоже умею читать. А я умею читать. Отлично. Не подскажете, как я знакомюсь с информационной конфетой? Смотрите. Смотрю. Это дата ценника, я правильно понимаю? 9 декабря. А можно оригинальную? Дату производства не подскажете? Смотрите, специально по закону российских федераций. А, вон там бумажки, да? Вся информация находится для покупателей на ценнике на данный момент. На ценнике? Смотря что вы не знаете и не знакомливаетесь с этим. Ну, подскажите, где здесь дата производства на ценнике? Пальцем просто. Пойдите, пожалуйста. Хорошо, я вам... Ну, дальше какой вопрос? Можно я сначала ознакомлюсь? Следующий вопрос. Я на этот вопрос еще не получил ответа. Дату производства вот этих конфет, как мне понять? Вот она лежит. Так там, вы же говорите, вся информация на ценнике. А в составе, по всем, что тут есть? Дата производства там есть? Или она там что-то есть? Ну, посчитайте. Вот прежде чем... Я здесь вижу какую-то дату 3 декабря 22 года, 23.57. Это вы видите активацию ценника? Вот, да. А других дат я там просто не вижу. Вы что хотите? Информацию о конфетах. Я вам сказала, информация... Остальная информация там, правильно? Все хорошо. Не подскажете, вот эти конфетки наверху, они расфасованы в отсутствие покупателя? Это для удобства покупателя. Для удобства? Это, да. Не подскажете, какая информация должна на них быть, если конфеты расфасованы в отсутствие потребителя, согласно техническому регламенту ТРТС-022-2011? Хочется, конфеты эти съесть. Какая информация там должна быть, не подскажете? Как ли взять арест, вы у нас уже были и вымогательством. Вымогательством? На какую сумму не подскажете? Рублей 500, да, наверное, было? Нет. А сколько? Когда вы съели конфеты. Конфеты съел. Конфеты съели. И получили еще за них потом что? Деньги. Компенсацию морального вреда в размере 500 рублей. У вас компенсация была? Ну да, вы же вот, почитайте свои книги отзывы, предложения. Здравствуйте, а кто сейчас старший? Нет, конфеты что-то по вкусу не понравились, хочу возраст делать. По вкусу вообще-то по вкусу не понравились. Ну, что-то какие-то они невкусные, да, что-то, что-то как-то отдают горечью, что-ли. Ну, вы брали 986 грамм, а здесь же сколько? Не знаю. Ну, а я знаю, что 9 грамм 300 и даже нет. Да. Да, и как вы сразу делаете? По полной сумме сделаете. Да нет, я говорю, что они какие-то невкусные. Больше половины вы съели, вам нормально нравилось, да, потом резко вдруг не перестало нравиться, да? Ну, когда съели по одну конфету, попробовали, ну и как мы вам сделаем? Возврат за это 168 грамм. Попробовать как бы не делаете? Никак не сделаем. То есть, не заедаешься тогда, да, только 100 грамм. Ага, ну то есть за некачественные конфеты мне только 170 грамм. Да? Взял конфеты, вращается только 70 грамм. Он занимает на качестве. Делаю видеофиксацию. При этом он хочет вернуть полностью сумму. Да. Он сказал, что возвращаем только до то количества, которое он делает. Сам делал, получается, почти килограмм он съел, нормально, что-то ему не понравилось. Он сказал, что Алюлий любал разные борщицы. Да. Откусный понравился. Так, ну что, сколько он еще раз? Все, 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 все. Я просто вам тоже сообщу, что я считаю, что эти конфеты некачественные, поэтому как хотите. Но в меня снимать-то не надо, вы там ходите. Я просто фиксирую, что мне возвращают неполную стоимость от товара, поэтому просто. Если вам неполную стоимость от товара. Ну, да. У вас что было, наличка? Без мал. Давайте, пожалуйста. Нет, пойдемте, мне надо информацию о товаре вам показать, показать, что конфеты были просрочены, а вы мне вернули меньшую сумму. Пойдемте, я покажу вам сроки годности на конфетке. Ну, мне ребята показывают. Ну да, кому? Ей надо. Нужно? Пойдемте, покажу сроки годности. А то они что-то решили вернуть меньшую стоимость, я вообще не помню, что-то я дошло, конечно. Пойдемте, кто-нибудь? Пойдемте. Пойдемте. Вот так вот. Срок годности до 17.02.2021 конфеты княжеские сделали возвратную только за уменьшенную сумму по факту, сколько я веса вернул. Да? Мне кажется, они 17.02.20 просрочились уже, как вы считаете? Это дата изготовления, скажем? Дата изготовления 17.06.20. Да. Бест дефорт верхняя. Употребить до верхняя. Дата изготовления нижняя. Вы сейчас за некачественные конфетки вернули меньшую стоимость, правильно я вас понимаю? Сладачий Славик, да. Не надо меня снимать. Нет, я слышу. Нет, вы меня не снимаете. Я от вас ответ получаю. Вы мне меньшую сумму вернули? Нет. Почему? Вот, человек. Мы вернули за... А почему если некачественные товары? Я же сказал некачественные. А зачем вы его съедете? А я не имею права съесть? Не имею права. Ну тогда я в преподизационном порядке, да, буду требовать вложат полную сумму? Правильно? Да? Я в преподизационном порядке тогда потребую. Там просто компенсация морального вреда будет тогда. Вот так. Взяли, продали просрочку. Так еще и только часть денег вернули. А, замечательно. Сейчас, подождите. Алло, это цирк? Так какая информация на конфетах должна быть? Вот что хотите? Информацию знать. Какая информация должна быть на конфетах? Название. Название. Есть. Дальше. Молодой человек, вы со мной сейчас что хотите от меня? Узнать информацию по конфетам. Я вам сказала. Я не услышал. А товар просто расфасован уже. Посмотрите, пожалуйста, информация на ценнике. Над каждым вот этим стоит ценник. Он даже к вашему сведению ценником. И информация у нас написана где на ценнике. Я могу этот ценник вместе с конфетами домой забрать? Конфеты хотите, заберите. С ценником можно я заберу? Без ценника. У меня просто информация дома. Как мне дома ознакомиться с ней? Просто конфетки уже расфасованы. Окей, гугл вам в помощь. Как стырить память? Окей, гугл мне в помощь. Я вас понял. Не подскажите, а как часто вы проверяете конфеты? Каждый день. Каждый день? А что же у вас просрочка с 13 декабря? Где же? Ну-ка, подождите, я не вижу. Дата изготовления. Да, вы правы. Годен, до. Согласна. Как думаете, их таких сколько тут? Татьяна Васильевна, проверьте, пожалуйста, срок годности на данных конфетах. Возврат? Кого возрали? За капсулы. Я вам сказала, проходите на паспорт. Все, я пошел. Идите, вы не решили. Вы ей давали указание? Не ей. Это Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна, можно у вас на минутку? Татьяна Васильевна, тут вот еще вот эта зефирка просрочена. Вот. И вот там вот пастила тоже, по-моему, вся партия просрочена. Ну, чтобы голословного не быть, да? Мы проверяем. До 25-го, 12-го, вот. Возьмите, пожалуйста. Как хорошо, когда такие покупатели. 29-е, а сегодня 29-е или 30-е? 30-е. 30-е. Ну, это не включительно же, да? 29-е декабря. Все, пою. Если срок не изготовлены, да, даты изготовлены. Идем с ним. На первое паспорт. Все, пою. А там клея осталось еще, целой коробкой снимете? Обязательно. Все, готов к квадрату. Походите. Это все вот эти четыре? Да. И они все пустые? Нет, там по одной капсуле. Я же говорю, в каждой по одной капсуле. На экспертизу вам оставили. Вы такой чистый. Надо же, вы так стирайте. И так быстро, главное, за пять минут. Вообще. С момента покупки. Да, желательно бы Николая Николаевича позвать. Почистить ваш магазин от просрочки с 2020 года, согласен подарок. Я думаю, что вот это вот точно не просрочка была. Не просрочка? А вы убедились? Вы же директор, да? Ариэль? Убедитесь, пожалуйста, в их качестве, а то директор говорит, что они качественные. Ну ладно, мы это сами сделаем. Изготовлено 12.05.21, срок годности 18 месяцев. То есть это где-то на 48 дней просрочно. Я правильно понимаю, да? Мы, наверное, с вами уже договорились в том числе сегодня, да? Не знаю, не знаю. Воследствии с 4 года, предупреждайте нас. У меня бездонечная оплата была. О чем предупреждать? Потерял. Могу время и сумму назвать. 24.27.88. Время покупки 30.12.12.43. Ну нет у меня чека. Он не товарник, да, тези? Ну нет у меня его. Еще раз сумма. Давайте. 24.27.88. Время покупки. Ну да. Вы же такой вот принципиальный. И? Вы же такой принципиальный. В чем принципиальность? Не знаю. По жизни, наверное, такой человек. А в чем принципиальность? Пришел, помог вам, как вы говорите, перед Новым годом. Клей просроченный с 2020 года снять. У вас, наверное, руки же не доходят, да? Нет. Я не знаю. А что вы там не придете на работу? А сколько платите, не подскажете? Анкета заполняйте. У меня только часовая оплата возможна. А у нас по часовой оплате. Все. Не подскажете, сколько? Просто мне, чтобы понимать. Я просто и так работаю, как бы, чтобы сравнить, что выгоднее. Заполняйте анкету, пригодите. Я вам не говорю. Ну, не когда так. Это долго. Я просто еще в Туле живу. Я тоже, я помню, что вы из другого района, что вы не Олексинский. Это я помню. По предыдущим конфетам. Так в чем конфликт был? Те конфеты были просроченные. Старший кассир не стал проверять сроки, сделал он мне возврат по факту. Потом я ткнул носом, что конфеты были просрочены, а он мне сделал полный возврат. В дальнейшем я написал вам досудебную претензию на компенсацию морального вреда в размере 500 рублей. И вы мне ее полностью удовлетворили. В чем конфликт был? Знаете, почему ее удовлетворили? Почему? Потому что мы не конфликт не вызываем. А я в чем конфликт делаю? Ну, это мы ни в чем не делаем. Ну, все. Пришел, помог вам перед Новым годом. Вообще, молодец. Просрочку снять с августа 22-го года. А еще просроченным товаром постирать вещи. Я успел, я за 5 минут смог. Я и говорю, у вас, наверное, большая семья. Я еще, знаете, постелу периодически ем и полы мою. Это такой тонкий намек был. Я же могу по одному чеку несколько возвратов сделать, правильно, да? Я же могу по одному чеку несколько возвратов сделать. Вот сейчас она мне за капсулу вернет. А может, меня там в товарах еще что-то не устраивает. В тех, которые купил? Вы можете купить одну сосиску, мы вам нарежем. Вам не понравится середина нарезки сосиски. Вы вернете ее. Это замечательно. А скажите, остальные жители Олексина могут пользоваться данной акцией? Конечно. Им надо лично к вам обращаться или как? Да нет, мы всем готовы. Всем готовы по сосиске раздать? Преддвери нового года или это постоянная акция? А это как вы захотите. Лично вы как захотите. Так я же не про себя говорю, я про других Олексинцев. Отлично. Другие Олексинцы у нас все адекватные. Меняем. А вы меня считаете неадекватным? Да вы что? Это вы сейчас сказали, что я такого не произносила. Вы молодец большой. Ладно, пока кассир идет, приготовимся ко второму возврату. Не подскажете, а у ваших сотрудников есть знания английского языка? Со словарем. Можете сказать, до какого угодно. У меня зрение плохое, без очков не будет. А можете за очками сходить? Нет, не могу. Хорошо, я понял вас. Если вы предоставите чек, это будет намного быстрее. Мне он просто нужен. Для суда. Да. Ну опять же придется досудебный порядок соблюдать. Да? Потом посмотрим. Я думаю, такому наглому покупателю уже в этот раз можно отказать. Нет, мы никому не отказались. Да как так-то? Мне когда возврат сделать, не надо подождать кого-то еще? Сочнее. Ну вы хотели, чтобы кто-то приехал, со мной поговорил или как? Вы вроде как все сказали уже, все, что вас... А вы этот, вылили? Средство для полок? Да нет, не вылил. Давайте его тоже нальется. Давайте ведерко можно, да? Давайте. Согласен. Покупите ведро, а я вам отомню. Нет, за ведро платить придется. Давайте тогда в пакет посовочный. Он протекать будет. Нет, мы сделаем два. Пакеты придется покупать опять же. Нет, зачем? Посовочные пакеты у нас для покупателей. И что-то не охота париться. Может еще клея тогда надо будет выдавливать там или что? Ну я не знаю, это ваша правда. Клей выдавливает там. Вы дали команду, да? Клей убрали уже там? Просто люди коят на Новый год. Просто когда мы закончим возврат, я могу убедиться, что клеи убрали с продажи? Хорошо. А скажите, вот сейчас ни старший кассир, ни вы не захотели убедиться, что товар некачественный. Вы мне что, получается, за качественный товар возврат делаете? Не очень. Ухажай мне, что они делают. Не begri Martenskiler. Ухажай. 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 дай команду клею брать а там целая коробочка там целая коробочка стоит хорошо дали и указание распоряжение задание как вам удобно не слышу просто своим постоянным зрителям лучше горизонтально съемку вести я подумал и решил вот вернуть вот это еще там короче пакет и сникерсы нормальные ядро говорят купить надо вы в качестве убедились у вас то что просочка с 8 месяца это нормально хорошо без пакета и без сникерса директор без очков пытается все же рассмотреть сроки работать например пойти работать например пойти не наукомит я пою сердце к возврату ко мне претензии есть слушаю ну у вас какие-то потензии ко мне я готов слушать я вам в гражданском порядке через суд как вы мне их предоставить не совсем хотел услышать извинения за просрочку с восьмого месяца там покупатель в новом году желаю вам счастья успеха на вашем поприще спасибо большое все хорошо вам тоже с наступающим новым годом все до свидания я туда пока можно я книгу отзыв предложений что она а каком эту будто до моего а в двадцатом а ну книга обновилась да ладно это сейчас магаз пойду вы не против да все чуть поищу люка секьюрить будет дальше отлично это это хорошая тема а вы считаете меня человеком с ограниченными возможностями я понял вот такой вот классный тут директор не знаю в кадре не в кадре не подскажите когда клей просоченную берут все я понял вот целая коробочка пусть полежит супер ой че-то продукция лежит пойдут и куплю ой да наш просроченный из зала должны убрать а купить у никто нельзя да сейчас а если что чуть пойду на очередь возьму и пойду просто мушки из зала лучше убрать конечно не уберут я вот вообще тут рядом никакого продавца не вижу я не работник я один раз за него платила 3000 да да за кафеты просоченные а почему платили потому что не вовремя убрали да зарплата была 1700 я 3000 заплатила будете вовремя убирать какую-то вовремя убрали вовремя как убирать вовремя столько товара не знаю не говорите у них там с двадцатого года про срок два человека работает ужас какой двадцатого года никак убрать не могут я сразу в этом случае надо директор меня на мой взгляд да 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 конечно не меня вот просочка прям лежит до 3 12 ну пусть еще полежитами ну партия подумаешь как бы с 3 числа просто нет времени убрать наверняка директора возьмет и заставит продавца оплатить все что в тележке сегодня а только тот только а сейчас что мне сказали что ее заставили а это мерчендайзер внешний мерчендайзера заставляет 26 на 9 3 месяца онлайн поиск виноваты все кроме директора я согласен да 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 я такого тоже не говорю я просто предположил ну вы же предполагаете что я какой-то ущербный счет в этом роде обожаю с такими директорами работать потом я выставлю ей счет за час работы здесь а она мне выставить счет за то что была оператором у меня ну как так то 109 20 срок годности 24 месяца просрочено в сентябре правильно 109 20 срок годности 24 месяца сентября просрочка сейчас декабрь ну как скажите положу обратно огонь до 27 12 22 тоже сегодня да попозже сниму а сейчас не ну тут с ними да я просто поставлю не-не-не-не-не-не-не-не-не нет желания остальное посмотрите как может еще мне кажется годин до 30 все-таки уже годин до наступила там времени указано может остальное тоже снимите я просто переживаю что лежит переживайте вы вернетесь через минуту ничего лежать не буду кто-то вот такая классно тут маркировка срок годности 12 месяцев упаковано 1 10 22 и у еще наверное опять же где-то у ценника этой информации такой расспособки здесь просто уйма уйма как считаете зрители это касается качественным товаром его можно спокойно покупать скрывать употреблять делать возврат не говорит что товар был некачественным на я на следующий раз так и попробуем сделать с этой продукцией намер поняли дата производства 1 6 22 срок годности 6 месяцев просвочен практически на месяц вот такую информацию которую магазин сохраняет нам предоставил директор конечно же это оригинал документов ему можно верить его же не могли прислать с другого магнита например все верно они даже копию дыроколом проделали вау умеете могете копию дыроколом спасибо а можно оригинал получить оригинал можно получить это считается оригиналом я вас понял спасибо 5 06 22 180 посмотрим сколько по срокам будет она каких-то 28 дней просрочены всего лишь нормальные перемешки вкусный огонь а то театрально заканчивание знали изготовлено упаковано 13 12 срок годности 15 суток но это не просрочно с 28 а в декабря нет это не просрочно два дня 22 12 7 суток еще не прошли ребят вчера нет 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 она все свежая и втираешь мне какую-то дичь вот еще немножечко ребят 22 7 суток годная годная до 29 но сегодня 30 же нет ребят это не просрочка на год вот это точно вы подложили конечно же как клей подложил с 20 года годин до 16 12 21 я ошибаюсь можно странно стояла вообще не на той полке можете посмотреть вот только конкретно ее взял только циркачка главное все купил все у вас раз делаешь наверно все не благодарю вас за сотрудничество не менее не так не пойдет ладно татьяна надеюсь вы все таки товар с маркировкой исправите и то что вот расфасовка лежит все таки как-то поближе к покупателям сколько вам на это время нужно сколько вам на это время нужно вы берете что берете а ну расфасовка как хотите мне вопрос когда исправить через неделю через две эти рабочие дети ну что ж готов с вами попрощаться я приеду еще как-нибудь там претензии напишу вот бумажка ну за моральный вред некачественный товар про срочные подали него там нету да я тоже согласен его там нету да когда по срочку продаются августа это так подумаешь проводите она меня провожает а где фейерверки там не знаю там салюты у нас молодой человек да у нас через кассы давайте можно да где там не в кадре вот так оп 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 здесь да ладно а на чем может быть давайте прикольно где дальше делать бы все понял на глобус на я должен быть у меня задерживать да не зачем мы просто если вы не хотите показать на вас работала работала если вы не хотите вот мы просто показали ненене часа так прикольно реально на меня рамка работают а через другую она не работает типа что или че а че не сработало вот сработало а вы можете отойти мне кажется на вас работает вы кнопочку будет нажимаете ладно давайте досмотр-посмотр я не против что давайте я слушаю не-не-не вы просто рукава вот так покажите что говорите что вы не проживаете чего ничего не брать нет конечно давайте я готов ооо прикольно подойдите икру мне подкинули враждаю конец прикольно тут мой рюкзак да внешнее отделение все не против это же не упикало да прикольно ну да подожди подожди у меня впервые просто такой проект смотрите ребят икорку подкинули все сейчас меня закрашивают икру будут управлять я туда пока можно я книгу отзыв предложений правильно же закажу будут оформлять я вынести по вечеру вы не оплачивали ее? нет нет оплачить надо или что? ну вообще у нас да оплачен этот товар через кассу если вы забыли ее положили ну так забыли то конечно вы можете идти до мной все да? да блять ребята это вообще впервые у меня в такой практике вот так вот взяли подкинули товар социально пикало причем директор сама говорит типа просто поверни то есть я готов был его открыть показать что у меня внутри но директор знал что у меня что-то в боковом отделении вы просто звезда Татьяна вы просто молодец я к вам еще обязательно приду я вам сейчас скажу я вам сейчас скажу что я же ходила за вами да вот именно ребята она ходила за мной и могла спокойно все это подкинуть ну что вы я же не сок я просто видела что у вас там даже сеточка там я видела что она лежит в боку а изначально лежала да? и я просто обратила внимание ладно сотрудник охраны я икру вернул которая была не моей ко мне претензии какие-то есть? я не знаю кто-кто будет разбирать? может не подождать надо я не знаю просто я просто не хочу убегать что дальше то? не подскажите Татьяна все я пошел отдали ее отдал кошмар я еще раз пропикаюсь прикольно ребят икорка была окажется оп оп главное чтобы еще ничего не взял у меня там просто еще капсулы которые вот я использовал может их тоже вернуть надо там они не пикуют да? нет 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 оставься нормально ну ладно Татьяна пойдемте я вас провожу давайте где выход? пойдемте я вот туда вот и главное самое ржащее что директор реально сказал типа иди через рамочки хотя обычно я вот здесь вот просто прохожу где указается информационные стойки а тут вот послали через рамочку специально нет не специально у нас всем людям говорят а я сегодня уже раза три вот так вот ходил мне никто ничего заметить не сделал но вы главное увидели что у меня икорка лежит правильно и поэтому все хорошо закончилось чисто случайно директор увидел что у меня икорка лежит что я забыл ее оплатить а то кража была бы ребята не вспомнился аккуратней и вам тоже Татьяна ничего не слышно я как бы не знаю я обязательно еще вернусь Татьяна до свидания до свидания до свидания до свидания так ладно дикося в ту сторону я пошел том 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 то дом вот такой вот цирк ребят сегодня был в магните Татьяна вот тебе отдельно хочу сказать знаешь что ты немножко по моему мнению глупенькая я пришел тебе под новый год помог снять до херищу просрока который лежит у тебя на полке в том числе клей с 2020 года а ты вот себя вот так вот по циркачески ведешь обвиняешь меня в том что я там каким-то вымогательством занимаюсь да ребят в целом в 2020 году аж в 2020 году я писал им досудебную претензию потому что я считаю что со мной сотрудник поступил некрасиво я купил просроченных конфет и мне сделали возврат чисто по факту и мне пришлось подходить к продавцу тыкать ей носом в тот факт что конфеты были просрочены и она мне сделала возврат остатка я просто как бы написал им претензию ну так чисто поржать на 500 рублей ну что такое 500 рублей в наши дни или даже в те же самые в 2020 году что такое 500 рублей да ничего ребят и на мое удивление мне со мной связались и сказали что мы готовы ваши требования удовлетворить я там не знаю месяца через три через четыре когда опять же был в алексине по своим делам приехал и действительно забрал эти 500 рублей потому что ну в принципе билет от тулы до алексина стоит там порядка 180 рублей я был не против эти деньги забрать и вот сегодня Татьяна меня обвиняет неоднократно ну и так вот из-под тишка покупателям из-под тишка что я занимаюсь вымогательством Татьяна ты вот просто посчитай по деньгам сколько я тебе просрока сейчас снял ты вот просто посчитай кто работу эту не выполнил сколько бы ты этим людям заплатила за эту работу Татьяна и скажи мне готова ли ты мне заплатить эти деньги которые ты заплатила за зря работу зря зарплату тем людям которые вот там вот стоят у тебя мерчендайзеры У которых куча-куча просрочки Готова ли ты эти деньги выделить И заплатить лично мне А Татьян Или ты будешь дальше устраивать цирк А ведь я сюда ребят вернулась Все таки я считаю что Моя компенсация морального вреда В этот раз она будет Немножко побольше И я на самом деле даже не против буду Если Татьяна мне откажет в компенсации Потому что затащить ее в иск Будет очень весело ребят Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, пишите комментарии Не будьте такими как Татьяна Всем удачи, всем пока Не подскажешься, а продукция качественная? Какая? Вот это то что я взял Шармель это самая качественная То есть если она простучена до 17 марта То это качественная продукция, правильно? А, извините Качественная или нет? Ну, тогда мы с вами сделаем возврат Ну попозже, ладно? Можно мы этого? Не, надо же, видите, сделать возврат Можно мой товар? Пожалуйста Спасибо Вот еще продукция немножко просоченная И, конечно же, у нас просрочка Партиями Вот такая вот продукция Годная до 13.03 Сегодня уже у нас, кстати, на календаре 22 марта И опять же все это у нас партиями 16 марта 2023-2022 года 12 месяцев Эта просрочка уже где-то на неделю И опять же посмотрим Ну да, партиями Просто, просто, просто партиями Вот такой вот классик у нас здесь стоит До 21.03 И, конечно же, это же гипермагнит Здесь у них просрочка партиями Всю позицию сняли Вся позиция была просрочена Вот такая вот у нас, ребята, тут колбасная продукция Скрытая Написано, что срок годности По вскрытию 72 часа С 19-го в 10.42 Это получается 20-е 21-е, 22-е 22-е в 10.42 Эта продукция просрочилась А сейчас у нас уже час дня Пусть это часа на два Оно лежит таким вот макаром здесь А вот продукция изготовлена 19-го на 3-го Ну, упакованная Да, упакованная По срокам годности 48 часов То есть это вообще получается просрочено на сутки Эта продукция тоже просрочена на сутки Вот такие вот сосиски Непонятны, когда скрытые И по информации от производителя Срок годности после вскрытия Трое суток Когда вскрыли, непонятно Эта продукция тоже вскрыта Кто видит тут, когда это вскрыто Я не вижу Ну, вот тоже, да Но вряд ли такая не вскрытая заводская Ну, и здесь также трое суток С какого числа, ты поймешь Здравствуйте, не подскажете А среди вас участкового нету? Нет Мне продали просроченную продукцию Хотел бы написать заявление Да, конечно, нет проблем А продали, чек есть или нет? Есть, есть, все есть Давайте Это все просрочно Продали мне вот такие две позиции Они у меня в рюкзаке Вот чек С остальным что делать будем? Кто с просроченой? Не надо купить? Если скажете, надо купить, я куплю Нет, ну или вы выявили? Я выявил, пока полчаса здесь находился Давайте с ним порешаем Давайте Завеление Она возьмет на лупережатку Я бы хотел, чтобы вы это все-таки передали Распотребнадзору Писали это, либо на ответственное хранение оставили Отлично Проживаете в Алексеевне? Нет Там есть регистрация? Да Здравствуйте Здравствуйте Что случилось? Человеку продали Просрочно Продали? Продали? Ну да, вот сефир вот этот А, какой сефир? Да, это вот он выявил Скоро лупережатку Что про сручную Хорошо, что не продали А зачем? Вы же мне перед Новым годом продали тоже на большую сумму Я, кстати, по поводу этого привез к вам претензию Примите наручно Принимаю, не принимаю Не принимаю, по почте отправлю Конечно Не подскажете, когда скрыли? На крышке С 19 числа 48 часов после даты скрытия Сегодня 22 В районе вот здесь В этот раз вы мне ничего не подкинули в рюкзак? Много вопросов, Антоша И так мало ответов, Васильич Вообще похуй Это было заявление То, что вам продали И то, что вы выявили Это в одном же может быть? Ну, в разных написано То, что вам продали Зачем? В одном И то, что вы выявили Зачем? В одном Да, это в одном Да, зачитаю Здесь Казанцев ВМС 22.03.2023 в магазине АО Тандер Магнит Я приобрел себе Шармель Зефир Ванильный 255 грамм Ударница 2.12 Стоимостью 179.99 копеек В качестве 2 штуки После покупки Я обнаружил, что данная продукция Является просроченной А именно Изготовлена 17.01.2023 После этого Я направился В магазин Для выявления Просроченной продукции И выявил Большое количество Просрочки На полках магазина Прошу передать Мое заявление В территориальное управление Распотребнадзора Имею в виде Факциацию покупки Готов предоставить По первому требованию За статью 306 УК РФ Мне разъяснена Подпись Инициалы И число Спасибо за службу Все хорошо И снова Здравствуйте Татьяна Здравствуйте На вас Жалуются местные Жители Что когда они Вам помогают Снимать просрочку Вы на них Натравливаете ГБР Как вы это Можете прокомментировать Местные жители Когда выявляют У вас просрочку Вы Не то что Их поблагодарите Вы на них Натравливаете Что я у них Ворую По итогу Домой Они меня Отпускать не хотели Вызвали ГБР ГБР тоже Меня удерживал А старшая Говорила Что не имеет Права задерживать Но он отвечал Я вас не задерживаю Я А сдерживаю Я просила А он ответил Я буду вас обнимать Короче Приехала полиция И продавцы Отказались писать заявление На меня Аргументируя Это тем Что они устали И отработали 12 часов А полиция Начали оформлять Просрочку И понятыми Взяли несовершеннолетних В общем Вы этой девушке Не сделали Возврат Закупленный товар И чек Вы ей не выдали Про эту девушку Да Я знаю Девушка Это Когда Купила Сыр И съела Его В торговом зале Купила свой Сыр Она съела Она съела Свой сыр Она не купила Она в торговом зале Его съела Купила сыр И съела Его В торговом зале Дала Этикеточку Кассировать Сделать Возврат И был Осуществлен Возврат Пустой не будет подождать на его купил все получается она его не пошла покупать не пошла села и пошла и сказала да что вот давайте мне не нравится дайте мне ей объяснили что по причине почему она его делала на сказал очень хотела кушать ну да мы как бы хотела пускай кушать конечно по последнему разу где-то девушка сказал что на нее вызвали вбр или там полицию у меня чуть-чуть другие сведения девушка вместе с тележкой выехала и она выехала внизу из торгового центра стартового центра они газели тогда только на нее но как бы есть сотрудник я не могу вам говорить да я не присутствовал при этом да и со слов кого-либо я не имею привычки я куплю чуть позже тебе год дай нет ты воруешь ты воруешь ты сейчас воруешь меня товар я купила то я понял девушек нарушил согласен так надо задерживать сюда а как всегда когда у нас происходят какие-либо нюансы связанные где-то там или просроченный или человеку даже может не понравился вы молодец скажите я у вас перед новым годом приобретал про сочную продукцию сейчас я составил вам претензию вы ее примите наручную реализации некачественного товара вы можете ее либо принять либо отказаться и отправлю вам ее почтой ну вы ее примете можете ознакомиться в течение там десяти дней там больше а то есть как я прочитать ее не могу я должна принять я ее просто не заполнил она будет заполнена зависимость этого принимаете вы ее либо нет если принимаете то 1 дел тело а если нет то я должен почтовый расходу туда вписать поэтому она не до конца заполнена поэтому вот вопрос как бы да да нет да если вы мне скажете что принимаете значит заполнил отдал по почте будет по почте ну что ладно вдруг мы с вами что-то хорошо да давайте пойдемте пойдемте с вами тогда закончили все назад не сделают хорошо спасибо все тогда всего хорошего вам успехов спасибо спасибо вам успехов на правиле вашей работе контурирует в ходе на магазине дубки ребят скажете раз наличный без знал приходите как у вас как сбербанк возможно сейчас придут либо от трех часов до трех дней отдаю вам спасибо большое все до свидания всего хорошего увидимся попозже еще ну что ребят сегодня вот так вот магазин был оформлен с полицией потому что они себя не очень красиво ведут по отношению к покупателю дальше мы будем отправлять им претензии по почте ну и конечно же будем тянуть их суд а вы чтобы не пропустить ролики суда подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всем удачи всем пока